Стол, сейте в микрофон. И будем заканчивать. Пилинг, а можно я выставлю, а потом вопрос. Ладно, потому что у меня, если честно, буквально еще 10 минут, потому что там конкурсы Южная Виноделья. Полологичная ситуация. Да нет вопросов. Троглый спор. Нет вопросов. Я очень попрошу руководителя, потому что я понимаю главодневность сегодняшней проблематики. И скажу так, что на сегодняшний день, конечно, поставки кубанского продовольствия в наш санаторно-курортный комплекс, это, наверное, одна из самых основных задач. Мы совместно с нашими коллегами из департамента по трехсферы уже провели несколько инфотуров. К сожалению, я на самом деле не видел особого такого всплеска активности со стороны курортного комплекса. И я никак не могу объяснить, почему. Хотя представляется уже ассортимент от развесовки, извините, масло-сливочное от 20 граммов, то есть порцион, буквально, переложечку, условно скажем, клади на хлеб, и вот, пожалуйста, то есть диетические столы, пожалуйста. Там для ВИП-клиентов ассортимент продукции, пожалуйста, более 2,5 тысяч наименований. Я бы хотел, конечно, сегодня тоже увидеть более серьезную активность нашего курортного комплекса. К сожалению, я не увидел крупных игроков рынка опять здесь. Поэтому, уважаемый Игорь Петрович, примите это на свой счет. И так нам надо что-то перестраиваться. Вот я сегодня разговариваю с вашим министром, когда он позвонил, что он опять полетел в Сочи заниматься. Я все понимаю. Но это делается именно для того, чтобы мы могли быть в одной лодке все вместе. Вот, посмотрите, как, правильно Игорь Александрович говорил, 2009 год. Там стали шуметь крестьяне, там не могли найти общий язык с нашими объектами потребительской сферы, различными токосами, сетями рынка и так далее. Мы объединились, формировали группу. Сегодня заходишь в тот же табли, заходишь в магнит, заходишь в крупный. Видно наша купанская продукция. Причем она стоит не просто на задней где-то полочке, там ее никто не знает, она стоит вот прямо в лицо, прямо видно. И она высокого качества. Потому что, поймите правильно, до тех пор, пока мы не научим крестьян работать, а будем друг другу говорить, а она не подходит, она там некрасивая, она там еще что-то. Так оно и будет, говорили. Мы провели специально сколько мероприятий, и там сети говорят свои, допустим, ну или объекты потребительского рынка, свои требования. Крестьяне учатся, формируют партии, строят вот такие распределительные центры, вот как о чем говорит Вячеслав Леонидову. И они хотят, они стремятся. А сегодня я чувствую, что у нас какая-то глухая стена на побережье стоит. Вот сложились какие-то определенные, наверное, связи, и все. И поставка идет по тем уже наработанным договорам. Я просто предлагаю, давайте мы как-то подумаем, может, на рабочей группе, как этот механизм поменять, как кубанский крестьянин, или через кооперацию, или через наш клуб кубанские продукты мог бы сюда поставлять. Потому что готовы. Еще раз говорю, мы тысячи тонн производим, овощи, фруктов, допустим, объекты перерабатываешь, отрасли вернуть. Но хотелось бы это все видеть. Потому что я сам приезжаю на курорт, и сам вижу происходящее. И хотел бы, чтобы здесь была большая активизация со стороны наших объектов. Понятно, что идет какое-то пошаговое движение положительное, но хотелось бы, чтобы оно было более активное. И в первую очередь, начинать надо с наших инфаторов и выставок. Вот когда они сюда приедут, здесь они увидят на этой площадке для общения своих будущих коллег. И мне кажется, это было бы правильно сделать. Активизируйте, пожалуйста. Это очень большая просьба к вам. Ну а в целом, я хотел бы сказать, что, конечно же, вопросы о том, что Сельхоз, наши производители, должны объединяться, и в первую очередь создавать, наверное, кооперативы по сбыту, по решению вопросов, наращивания объемов, это, конечно же, находится на постоянном, контроле руководителя нашего региона, Венина Ивановича, постоянно на совещаниях задает вопросы по сельскохозяйственному направлению. Наш край аграрный, поэтому здесь, конечно же, наша отрасль, агропромышленный комплекс, она является в какой-то мере доминирующей, потому что из 44 субъектов, почти в 40 у нас есть все необходимое сельскохозяйственное производство. В то же время те объекты, которые находятся на побережье, у нас тоже есть те или иные виды сельскохозяйственного производства. Поэтому сельское хозяйство – это очень серьезный такой потенциал, кластер, так скажем. И здесь нам надо действительно каждый день буквально смотреть и эффективность работы, и свои какие-то формирования, свои позиции постоянно отслеживать. Мы, напомню, в этом году пошли на новые меры государственной поддержки, понимая, что нам необходимо развивать овощеводство, развивать смотоводство в условиях импортозамещения. Нам необходимо животноводство, молочное, мясное. Мы сегодня ввели новые виды субсидий господдержки. То есть это и на овощное направление. Сейчас выдаются субсидии на погектарную, не связанную поддержку, погектарную. Но очень четко там критерии связаны именно с наличием поголовья у всех госпроизводителей. То есть уже абы кто не получит хорошую сумму средств, если он не занимается животноводством. Эта позиция очень серьезная. Вот на законодательном собрании Игорь Александрович, депутат, неоднократно обсуждалось это на широком круге. И вот пошли по этому направлению специально, чтобы нарастить поголовье. Напомню, что принята программа концепции развития молочного животноводства. 222 тысячи голов мы должны нарастить. Это дает, конечно же, дополнительный потенциал по сырью для наших молочных продуктов. Но нужен сразу же избыт. И как не в наши школы кубанские, как не наши курорты кубанские направлять эту продукцию. У нас вот 15 миллионов отдыхающих. Поэтому я считаю так, что вот именно такие проекты, как мы уже обсуждали, это действительно будущее. Мы сегодня с губом кубанские продукты очень активно отрабатываем концепцию. Она есть, но ее надо несколько изменить. Для того, чтобы мы могли выходить более широко, именно такими сформированными партиями на рынок. Понятно, что то, о чем говорил Анатолий Иванович, и именно система краепотребкооперации, она была создана для этого, чтобы люди из своих подворья могли саккумулироваться квартал. Квартал саккумулировался в три квартала условно. Это уже идет в целом за год контора в каждом населенном пункте практически. И тогда формирование партии. Ничего нового турецкие там не придумали. Логистика. Это обычная наша система. Выезжали, изучали. За год контор. Вот то, о чем и говорил Анатолий Иванович. То мы привыкли там показывать, а вот там, а вот там, а вот там. Да у нас это все было. И надо просто это правильно возродить. Вот чем плоха система от Вячеслава Легкодуха. Это отличная система. Выезжал, сам смотрел. Ну вот открывали овощи хранения. Люди вокруг работают. Сколько вы дополнительно создали рабочих мест? На сегодняшний день 27. Вот, понимаете. То есть, люди увидели, вот, было буквально немножко, занимались овощами. Кто-то морковь, кто-то капусту, кто-то слегку выращивал, кто-то еще. сели, посидели, проговорили, что надо. Да надо, чтобы хранить это все. Чтобы сформировать партию, потому что у одного сегодня подрос урожай, у другого завтра. Хотя бы 2-3-5 дней, 10 дней было где хранить. Пожалуйста, собрались, сложились. У него держат, у него, ну, почти 2000 тонн. Все. И это уже совершенно, уже и другая ценовая политика. Извините, ведро принести, оно там, пока дойдешь до этого рынка и все остальное. Либо предложить, действительно, как игрок, выходишь на рынок, говоришь, у меня есть партия 500, ну, допустим, тонн, 200 тонн. Это уже другой разговор. Редничность поставки, это уже третье, совершенно другой плюс. То есть, готовы крестьяне к этому идти, и я думаю, что это вот наше, действительно, стратегическое направление. Вот. Ну, и за бесценок не хочется отдавать свой труд. Приезжает, да, приезжает предприниматель, так скажем, и говорит, за рубль все заберу. Ну, и крести, и никогда, иного раз некому отдают, и говорят, ну, вот видите, за что работали, непонятно. Вот такие создадимые системы, будет лучше. Я скажу так, что, скорее всего, по полугодию, несмотря на сложности бюджета, мы уже так проговаривали, с Андреем Николаевичем, он сегодня сказал, будем смотреть, видимо, поддержку и строительство латистических центров, тоже, какую-то частичную компенсацию затрат, но пока я, вот так это, пока это идея, потому что без этих распределительных центров, так назовем, без этих продуктовых элеваторов, не сможем мы в нормальном рынке существовать, не сможем, не сможем выходить, я думаю, что может быть и система краепотребника, операции, там, где есть эти рынки, может вполне быть задействована. Посмотрим, различные точки интеграции. Коллеги, я вот это хотел сказать, может быть, несколько эмоционально, но от души. Спасибо, Сергей Викторович,